Самой важной из задач нынешней акции станет пожарная безопасность, ведь Талока объединяет десятки тысяч людей по всей стране, а значит можно донести важную информацию в массы, а заодно и помочь улучшить противопожарную ситуацию по всей Эстонии. Вообще же жителям страны уже больше не нужно объяснять, что означает слово «талока». Восемь лет назад возродилась эта старинная традиция, когда все деревни по весне убирали родную улицу, ближайший лес, а то и строили дом для какого-то из односельчан. А участники могут сами выбрать дело по душе. Кому-то найдется работа по уборке в квартирном товариществе, кто-то облагородит красивое место отдыха на природе, кто-то поможет многодетным семьям. Но везде наряду с запланированными работами нужно будет уделить внимание противопожарным мерам. Очистка дороги для спасательного экипажа, проверка топки, очистка труб от сажи, установка или осмотра дымового датчика и другие важные меры существенно повысит пожарную безопасность как в жилых домах, так и в общественных местах и зданиях. Так что в этом году перед тем, как планировать «талоку», необходимо ознакомиться со всеми требованиями к пожарной безопасности. А сделать это можно, зайдя в интернете на сайт «талоки» по адресу temiara.ee и найти там инструкции. Там есть в этом году прекрасный тест, который можно пойти на русском и наистанском языках, чтобы выявить именно пожаробезопасность вашего дома. Там можно узнать, как правильно планировать «талоку» и также узнать, какие «талоки» планируются, потому что спасатели, например, в этом году, спасатели-добровольцы приглашают участвовать в «талоках», в том числе с пожароохранной тематикой. То есть всем, кому эта тема как-то важна, интересна, могут найти себе что-то здесь по душе. Команда «Сделаем» выдаст каждому организатору полезных дел, который зарегистрирует себя в интернете, на сайте «Сделаем» дымовой датчик. Другая важная тема «талоки» – море и его охрана. Пришли на сегодняшнюю пресс-конференцию, посвященной будущей «талоке» и представителей морского музея, поскольку в этом году у него юбилей. Ему исполняется 80 лет. А это хороший повод для участников «талоки» обратить внимание на уборку мусора, скопившегося на морском побережье. В этом году мы хотим подкинуть такую идею, что если что-то хорошее хотите сделать, но не знаете, что именно, организуйте уборку побережья. И обязательно, чтобы вы не организовывали, связывайтесь с местным управлением, консультируйтесь, потому что те же деревья сажать так просто тоже в городе не удастся. Нужно знать, куда можно, куда нельзя сажать. И также важно организовать правильный вывоз мусора. Ведь мы, как организационная команда, организовывали вывоз мусора лишь единожды в 2008 году. С тех пор вывоз мусора лежит на плечах организаторов полезных дел или «талок». И о том, как правильно организовать мероприятие, читайте, пожалуйста, на tmra.ee. По словам организаторов Дня полезных дел, в прошлом году было проведено 1754 «талоки», в которых приняло участие свыше 45 тысяч человек или 3,5% от общего числа жителей страны, что показывает всевозрастающую готовность людей к волонтерской деятельности. В этом году участники смогут зарегистрироваться в интернете, начиная с 13 апреля, поскольку к этому времени уже ожидается появление списка будущих полезных мероприятий. Так что ко 2 мая, официальному Дню талоки, каждому найдется дело по душе. Продолжение следует...